А в Киеве сегодня прошли мероприятия, посвященные Дню Крещения Киевской Руси. Со всех уголков страны в столицу прибыли десятки тысяч верующих. Людей собрал совместный молебен. Продолжит Инна Томина. В самого утра в центр Киева начали прибывать тысячи паломников. Все они пришли, чтобы помолиться на Владимирской горке в честь годовщины Крещения Руси. В Житомирской епархии мы пришли помолиться князю Владимиру, чтобы дать мир на Украине и о своих детях, чтобы прекратилась война, чтобы наши детей не убивали. Каждый человек поверит ей. Если человек верит, то какая икона, маленькая или большая, она поможет в любом случае. Я считаю, что человек должен верить и все тогда будет. За считанные часы прихожане заполонили всю территорию с иконами и молитвами. В нескончаемом потоке паломников не только взрослые. К молебну у князя Владимира готовились не только церковники, но и власти города. К дню Крещения несколько месяцев реставрировали сам памятник. Именно сюда привозят чудотворные иконы. И мы сегодня святкуем и молимся святому князю Владимиру, чтобы он своими святыми молитвами и предстательством перед престолом Божиим просил за нас, нашего творца и создателя, чтобы Господь помогал нам, чтобы мы были прекрасной своей земли и для всего света. Среди участников мероприятий и политики говорили о единстве и недавних попытках парламента узаконить вмешательство в дела церкви. Для того, чтобы было понимать, что это за закон, то можно сказать, что там был такой пункт уникальный, даже для Радянского Союза это было ноу-хау, что руководитель епархии там призначается за сгодой центрального органа влады. То есть, министерство призначает епископов во властях. Где это такое было? Потому что это была с самого начала провокация. Мы были категорично против втручения церкви в право, в государство в право церкви. Тем более, что парламент, который имеет доверие в 4%, но он пытается руководить церковью, которой доверяет 60% граждан Украины, то это просто гадьба для парламента. Сила веры людей гораздо сильнее, чем угроза всех радикалов. В крестном ходе принимают участие люди от Львова до Днепропетровска, от Одессы до Харькова. И все они молятся за мирную, единую, богатую Украину. Мы боролись и будем бороться против этих законов, которые навязывают радикалы. После молебна возле памятника князя Владимира крестный ход направляется к Киево-Печерской лавре. По дороге почтили память героев Небесной сотни. Крестный ход – это всегда проявление веры. Это истинное проявление веры. И это, я считаю, когда крестный ход идет с молитвой, с молитвой об умиротворении страстей, о мире в нашей стране, это еще и очень глубоко патриотично. В крестном ходе приняли участие несколько десятков тысяч человек. В отличие от прошлого года, в этом паломникам никто не мешал. Инцидентов не было. Отрапортовали правоохранители. За безопасностью наблюдали несколько тысяч полицейских. Сегодня с 1 до 5 тысяч правоохранителей, национальной полиции, национальной гвардии Украины и всех служб по забеспечению публичной безопасности при проводении хрестных ходов. Усиленные меры безопасности будут действовать до 30 числа, когда завершатся празднования годовщины крещения Руси. Инна Томина, Богдан Бербицкий, Олег Неведомский и Никита Исайко. Подробности – телеканал «Интер».